Портал fb.ru расскажет о малыше, которому всего 10 лет, но в это трудно поверить. 12-летний мальчик Ария Перман из Индонезии уже несколько лет попадает на первые полосы газет, но вряд ли этому радуется. Все журналисты рассказывают о его проблеме, аномально большом весе. Уже в 10 лет ему присвоили неофициальное звание самого тяжелого мальчика в мире, так как его вес составлял 190 килограмм. В настоящее время его жизнь значительно улучшилась, так как он смог многое сделать для решения своей проблемы и похудел. О том, как сегодня живет Ария, расскажем в этом видео. Патологическое ожирение. Именно от такого диагноза страдал Ария Перман, который родился и рос в штате Западная Ява в Индонезии. Его вес в 10-летнем возрасте был сопоставим с весом его 6 среднестатистических ровесников. Это добавляло немало трудностей в его жизнь. Даже ходить ему при таком весе было тяжело. Арие удавались максимум 5-минутные прогулки за один день. Большую часть дня он был вынужден проводить в положении лежа. Конечно, такой запредельно большой вес был свидетельством не его малоподвижности или переедания, а серьезного заболевания. Наконец, врачи нашли способ, как ему помочь. В апреле 2017 года они провели уникальную 5-часовую операцию на желудке, чтобы поставить ребенка на ноги. Перед хирургическим вмешательством Индонезийский музей мировых рекордов национальная версия Книги рекордов Гиннесса назвал Арию самым тяжелым мальчиком за всю историю. После того, как врачи из больницы Омни в Джакарте удалили большую часть желудка мальчика, его состояние постепенно стало улучшаться. Он даже сумел вернуться в школу, которую ему пришлось оставить из-за проблем с лишним весом. Ходить каждый день на занятия было невозможно тяжело, а в самом учебном заведении отсутствовали парты и стулья, на которых ему было бы удобно сидеть. Сегодня Ария рассказывает, что уже вскоре после операции его аппетит значительно сократился. Он стал наедаться значительно меньшим количеством продуктов, что стало способствовать его похудению. Сегодня его жизнь изменилась коренным образом. Теперь он в состоянии играть в футбол, теннис, бомбинтон, а самое главное – каждый день ходить в школу. Первоначально врачи называли состояние Арии одним из самых тяжелых случаев ожирения в мире, но сумели найти решение и помочь мальчику. Когда Ария пошел в школу, он был умным и пытливым учеником, который старался во всем разобраться. Однако, когда его вес стал запредельным, школу пришлось бросить. Он просто не мог в нее больше ходить. Арию перевели на домашнее обучение. Это означало, что он не сможет общаться с одноклассниками, социализироваться, как обычный ребенок. Его отец Ада говорит, что в какой-то момент оказалось, что они просто не в состоянии отвозить его в школу. Не было никакого способа, чтобы перевести его в класс. Поэтому он должен был целый год учиться дома. Конечно, Ария переживал, так как не мог играть с другими детьми, заниматься привычными для них делами. Он только смотрел телевизор или играл на мобильном телефоне. Родителям было больно на все это смотреть, похудеть самостоятельно мальчику никак не удавалось. Этому не способствовал и его рацион питания. Он ел только 4 блюда. Это была жареная курица, рис, лапша и шоколадное мороженое. Причем в очень больших количествах, так как из-за большого желудка никак не мог насытиться. Только когда ситуация стала критической, появилась серьезная угроза сохранения здоровья ребенка, родители Арии признали, что их сыну нужна срочная помощь. Однако помочь ему в квалифицированных частных клиниках они не могли. На это не было денег. 45-летний отец мальчика работал охранником, поэтому просто не мог заработать такие большие деньги. Его мать признавала, что сама была в какой-то степени виновата в его состоянии. У нее разрывалось сердце, когда она смотрела, как Ария пытается встать, но не в состоянии этого сделать. Пройдя буквально 5 метров, он уже начинал задыхаться. Она очень волновалась за него. Мать говорит, что никогда не контролировала, сколько ест ее сын. В этом заключалась ее ошибка. Она продолжала давать ему еду, потому что любила, не обращая внимания, как он полнеет буквально с каждым днем. При рождении вес Арии составлял 3,7 килограмма. Вполне обычная масса для среднестатистического малыша. До 5 лет никаких аномалий не было. Он был не тяжелее большинства своих сверстников. А затем он начал стремительно набирать вес. За 4 года он увеличился до невероятных 127 килограмм. Именно столько он весил всего в 9 лет. Его аномальный вес начал привлекать к нему повышенное внимание со стороны окружающих. В результате о его проблеме узнали даже ведущие врачи страны. Именно они способствовали тому, чтобы отправить Арию на операцию, которая прошла успешно. Теперь он может ходить в школу и играть с одноклассниками. Сразу после хирургического вмешательства мальчик сбросил 31 килограмм. Это была практически шестая часть его веса, что уже значительно облегчило его состояние. Хирурги рассчитывают, что в ближайший год он сможет сбросить еще до 100 килограмм, практически вернувшись в норму для ребенка своего возраста. Ария до сих пор испытывает определенные трудности, хоть жизнь его стала все-таки значительно легче. Однако школьную форму ему приходится шить на заказ. Таких больших размеров нигде не продают. Правда, раньше она была ему вовсе не нужна, так как он просто не мог добраться до школы. В классе он использует специальный стул и стол, чтобы сидеть и учиться ему было удобно. Неотъемлемой частью его повседневной жизни стали регулярные физические упражнения. Большую часть рациона теперь занимают фрукты и овощи, что также способствуют сокращению веса. Ария теперь в обязательном порядке ест только здоровую пищу. Каждый час ходит по 6 минут, занимается плаванием и тяжелой атлетикой. Ария говорит, что очень рад, что его жизнь наладилась. Теперь он не чувствует себя вечно голодным. Мальчик отмечает, что снова почувствовал уверенность в себе. Ему было приятно вернуться в школу, где все его поддерживают, зная, что ему пришлось нелегко. Учителя хорошо относятся к мальчику. К тому же у него появилось много друзей, которые к нему очень добры. Они вместе играют и веселятся. А как вам преображение Арии? Давайте обсудим в комментариях. Видео подготовлено порталом fb.ru. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok